Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету Безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом глава государства заявил журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Лукашенко пояснил, что анонсируемые им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответит на вопрос, что если оппонентам власти удастся покушение на президента. «Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что всё будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили. На завтра Совет Безопасности будет наделён полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевелится. И Совет Безопасности должен принимать решение», — рассказал Александр Лукашенко. «Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, если вдруг». При этом глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. «Я должен предусмотреть всё. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета Безопасности. Да, председатель будет. Когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены вводить, не вводить чрезвычайное положение. Как действовать и так далее. Вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно. «Когда это всё разворачивалось? А не то, что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на всё, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», — заявил президент. Также на телеканале ОНТ показали новый сюжет о якобы попытке покушения на Лукашенко. Подробности покушения раскрыл Станислав Князев, завкафедрой госуправления в Академии управления при президенте. «Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до города Минска от Литвы. Здесь не такое большое расстояние, можно за три часа достичь. И с крупнокалиберных пулемётов взять резиденцию и убрать президента», — говорит он. «Почему им никто бы не оказывал сопротивления, не уточняется». В сюжете показаны секундные нарезки оперативной съёмки, где Юра Зинкович и Регор Костусев признают вину, но не уточняется. В чём именно? Александр Федута же говорит. «Признаю себя виновным в участии в заговоре». Пока закадровый голос произносит текст о поиске дома для похищений и подготовке ямы для допросов. Показываются кадры деревни, которая непонятно как связана со словами. Также авторы сюжета процитировали заявление Госдепа США о непричастности США к заговору против Лукашенко, посоветовав искать правду в самом Вашингтоне, упомянув при этом именно советника американского президента Майкла Карпентера.